С сегодняшнего дня и до 10 апреля будет проводиться регистрация на общереспубликанское тестирование. Регистрация проводится по месту обучения абитуриента, то есть в школах, в которых они учатся. Для тех, кто уже закончил школу в предыдущие годы, они тоже могут зарегистрироваться. Регистрация производится в району по месту жительства. Также я хотела бы сказать, что не нужно думать, что если ты, например, заканчиваешь городскую школу, но если ты зарегистрируешься в селе, то ты сразу будешь причислен к категории сельская школа. Нет, все будет делаться по тому, какая школа будет закончена. Поэтому не нужно дергаться, нужно заканчивать школу и регистрироваться по месту жительства или по месту учебы. Само тестирование пройдет в мае месяце, и сейчас мы предполагаем предположительные даты. Это 17-е начало тестирования, и мы закончим 21 мая. То есть очень мало времени будет проходить само тестирование. В это время абитуриенты должны будут сдать основной тест. Абсолютно все, кто претендует на обучение в ВУЗе, должны его сдать. Основной тест. И будут предметные тесты. Как выбирать предметные тесты? Для того, чтобы правильно выбрать тот предметный тест, который необходим для поступления на выбранную специальность, существует приложение номер один, которое вместе со всеми регистрационными документами отправлено в каждую школу и в каждое районо страны. И здесь написано, на какую специальность, какой тест нужно сдавать. Нужно будет обязательно иметь паспорт, если исполнилось 16 лет. Это обязательное требование, как нельзя улететь на самолете, не имея паспорта. Точно так же нельзя пройти общереспубликанское тестирование, если у тебя нет паспорта. Если абитуриент не достиг 16-летнего возраста, то в таком случае он должен иметь обязательно свидетельство о рождении. Плюс к этому он может иметь, если какой-то документ, где есть его фотография, например, призывное свидетельство, но это просто как бы вспомогательный документ. Но обязательным документом будет справка из школы, на которой должна быть фотография абитуриента и печать на уголке этой фотографии, а также подпись директора. Появятся ли ответы раньше самого тестирования, это исключено. В нашей системе мы сделали так, что ответы пишутся только после того, как просканированы все листы ответов абитуриентов. То есть во время самого тестирования уничтожены все ответы, их не существует. Поэтому ни купить, ни продать их нельзя. Однако есть, конечно, такие люди, которые что попало, за какую попало цену продают, и абитуриенты, и их родители готовы купить все, что они только видят. Не нужно поддаваться на эти провокации, люди просто на вас зарабатывают.